всем привет 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 добро пожаловать на мой канал вы привыкли меня видеть с утра когда я утром бодра и весело иду на прогулку с собакой а сегодня я вся измотанная и поздний вечер время уже пол девятого вечера вот только-только таня забрала от меня детей но мы с ней сегодня думал того что дети у меня бы ну дети у меня уже были там после пяти вечера с утра только настя была с демирчиком мы с ней ездили в магазин баухаус и заходили в торговый центр эраста ну инициатором этой поездки было конечно я неделю назад таня была в баухаусе сказали что будет но что они ожидают новое поступление цветов но я же больная до цветов и мне очень хотелось купить в этом монстеру у меня была шикарная монстера но с ней что-то случилось она у меня померла причем я успела отсадить большую часть монстера или успела отсадить и подарила ее до того как у меня померла подарила ее девушке которая делает маникюр она у нее там хорошо растет а у меня померла то есть это вот еще раз говорит о том что нельзя ничего раздавать все как-то надо при себе пусть пусть лучше крадут вот и говорят что если цветок отросток украсть он будет хорошо расти у вас не знаю что будет с тем цветком от которого вы украли может у тех хозяев как как раз и перестанет все расти и мы сдали его и так и сяк реанимировали вроде корни хорошие в водичку поставил но я смотрю корни не дает новые и какой-то такой весь потухший и вот я решила что от они должны новые привезти решила что надо мне купить поехали мы была там монстера но она такая какая-то такая заморина еще хуже чем у меня не хочу такую хочу прям такую пышную кто помнит мы ольги ходили кольки не джати на новоселье новоселье и подарила я вот огромную такую монстеру она ее разделила пополам поставила в два горшка и у нее там такая шикарная вот теперь такую шикарную тоже хочу а вот эти вот маленький таня мне ты вырастешь тебя хорошо разу то есть и не выращиваю вот она будет помирать короче что купила купила вот сзади меня все все стоит вы видите купила маранту вот с таким цветком цветом лист листвы тоже ли такая была это же она умерла у меня не знаю почему ну вот как то как то она у меня не прижилась попробую еще раз если если в этот раз не приживется вот это такая пост пестролист на именно там у меня хорошая со светлыми такими листями светло-зелеными она нормально а вот это вот почему-то но у меня не прижилась почему я решил ее заменить это моя последняя попытка выращивать маранту больше если это это если это умрет больше попыток делать не буду купила что купила вот аспарагус видите тут вот новые веточки такие молоденькие это значит что она хорошо развивается там были конечно без таких вот веточек вот а здесь вот будут будут новые в общем у моих родителей было у меня воспоминания из детства что вот было вот это вот аспарагус он у нас был такой пышный пышный единственный от него какой у него недостаток что они вот эти вот мелкие мелкие листики как иголочки такая она мягенькая как иголочки они когда высыхают они если у кого ковры прям впивается не вычистить никак вот и что еще и купила вот такого вот товарища большой ну наверно всех интересует цена вот этот по-моему 250 короче говоря все цветы на три столицу 289 как-то как-то так а этот 150 вот вот отец вообще не помню такие вот покупки в баухаусе там хорошие были юки прям такие хорошие с такими стволами я не хочу домой брать юку потому что она у нас тут на улице растет идешь по дорожке гуляешь она вот тут вот растет на улице прям а я ее в квартиру потащу что-то на мне как-то не приглянулась вот и что там еще были цикламены но я очень боюсь их покупать они любят прохладу у меня зимой отопление им наверное не понравится на балконе тоже это отопление их будет жарко этим цикламенам не стала брать и были орхидеи но какие-то они такие не очень прям прям скажем не очень какие-то вроде как некоторые хорошие уже видим разобрали оставались такие какие-то заморины вот потом из баухауса куда мы мы стане пошли из насти пошли вырасту давно то что мне было в это вырасти но мне если честно мне не очень нравится этот торговый центр потому что он ну какой-то маленький он он оригинальный по архитектуре но он такой маленький там практически никаких магазинов таких нет вот и чем дмс и вайкики gratis decathlon что там еще что там еще миграс там какой-то есть не очень большой ну еще к видят еще каких-то магазинов и библик по-моему даже есть вот ну не он не очень нравится зашли в этот чем дмс там детям что-то хотела купить а я хотела посмотреть подарок своему зятю моему зятю скоро у скоро у него день рождения 28 ноября день рождения думаю надо ему что-то вну что-то купить я давай ему там дельта или шуруповерт на что-то такое таня горит нет это не ну не надо пусть это ты сам покупать сейчас мы купим с тобой какую-нибудь там между не разбираемся в этих шуруповертах мне не надо давать какую-нибудь ему ну типа теплую кофту там или ветровку или какие-то называются худи ну вот эти вот все вот эти новомодные слова я ему в прошлом году дарила этот мави мави вот я говорю что там каждый год ему по кофточке по какой-то там по капюшоном без капюшона такой игры может что-то другое ну короче ничего мы так и не присмотрели и там не присмотрели волосевая кики не присмотрели ничего нигде и в общем вернулись практически без покупок но я все-таки не могла удержаться купила болтевайки сейчас покажу я купила такие вот носочки в под кроссовочки они такие вот но они невысокие разных цветов вот видите вот и стоит стоит 19 120 лир 120 лир 5 штук 5 штук 120 лир вот не знаю мне так нравится носочки что еще я купила так если у нас там смотрят мужчины то мужчины отходите будет демонстрироваться нижнее белье купила вот тоже набор трусов это трусы вот такой вот формы когда вы покупаете волосевая кики обращайте внимание вот здесь вот в кружочке нарисована моделька там стринги не стринги высокие вот на зиму такие вот высокие купили купила и все это стоит где что цена 200 лир 200 лир 300 три пары трусов 200 лир опять на носков 120 вот и еще мне там понравилось там есть отдел lc home вот и там очень много сейчас всякое до нового года знаете этим стаканчики скатерти какие-то тарелочки все в новогодние тематики красивая такой я люблю вот это вот вот это вот все вот я не удержалась там и купила салфетки бумажные бумажные новогодние салфетки вот такие вот в клеточку мне очень нравится что красные во-первых не подходит под интерьер кухни во вторых у меня есть такая светлая или белая скатерть на белой скатерти вот такие вот красные салфетки будут очень красиво смотреться вот но поскольку новый год мне новый год рождество в этом пакетике 20 штук мне кажется до 20 штук вот написано 20 20 штук вот я решила что этого наверно будет мало и купила еще вот такие вот квадратненькие смотрите они со щелкунчиком ну не прелесть а еще я купила но это вообще очень оригинальные салфетки я таки не видела первый раз увидела тоже по 20 штук а я вам не сказала столько стоит это 160 лир и вот такие вот салфеточки посмотрите какая прелесть это салфетки это стоит 100 лир и это стоит по 100 лир вот такие вот оригинальные салфетки я думаю что вот для новогоднего стола это будет очень очень даже симпатично это я это мы в магазин съездили да и очень приятно когда встречаешься на улице в магазине в торговом центре со своими подписчиками которые к тебе приходят улыбаются узнают это очень приятно и вот сегодня дважды к нам пасхах и дважды нас узнавали станей здоровались даже один раз фотографировались девочки спасибо что смотрите девочки вы для меня девочки спасибо что смотрите спасибо что подходите это очень приятно кстати пришлите фотографии мне пожалуйста на электронную почту которая есть в описании канала я буду ждать мне будет очень приятно что еще сегодня я делала суши я так устала и вот прям я прям чувствую стала сегодня что естественно с утра с собакой погуляла сварила борща господи мы же больше где-то с ребятами пока их накормишь 1 2 спать уложить как то 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 все что я еще сегодня готовила да наверное уже ничего короче время пол девятого нужно еще подготовиться к завтрашнему дню то есть их убрать сегодняшнее чтобы завтра они заново тут все мне разносили квартирку ну собственно я хочу просто пропылесосить и протереть полы грязи по колено конечно нет но все равно в любом случае это не очень свежо ну вы наверное тоже там каждый день что-то там либо с тряпкой бегаете либо либо с веником либо с совком либо с пылесосом ну собственно как и я пересаживать не буду пока цветы во первых я не купила землю у меня там мало а самое главное я заказала на тренде ел заказала перлит чтобы земля более рыхлая была поэтому я подожду пока мне его пришлют привезут ну я думаю на этой неделе это случится нет сегодня не знаю вообще у них доставка даже в субботу бывает ну надеюсь что привезут но если нет значит на следующей неделе уже все будет вот и собственно после этого буду пересаживать единственная вот вот с этим вот со спарагусом я с ним никогда не сталкивалась ну я имею ввиду по пересадке этот еще мама им занималась не знаю как вы считаете его горшок то другой конечно нужно чуть чуть побольше как сделать лучше перевалку или все-таки очистить корни от вот этой вот землицы и пересадить и либо вот прям прям вытащить вот так вот и поставить в больший горшок и обсыпать землю не знаю пока не решила напишите мне кто знает вот а этого товарища я поставила такой вот поддон ему налила воды потому что у него сухая очень земля но если ее полить она вся прольется видите сейчас покажу он ведь она прям вся сухая полить она все прольется на одной и толку никакого не будет а здесь он уже у него корни по вылазили он видите вы вылазили у него корни отсюда а так они хотя бы будут водички питаться вот ночью пока он в режиме ожидания у меня собственно что они в магазине стоят что там их поливают не поливают ну как-то они выживают но у меня тут несколько дней потерпят сейчас я наверно выпью чаю да знаете ехали ехали сегодня домой и и проезжаем там и на там кофейня какая-то мне так захотелось кофе прям вот прям не могу хочу не могу я кофе не пью ну раньше я большая любительница кофе была я молола свежемолотые в турке сваренные в турке в джезве сваренные там разными способами там и таким и таким а потом в какой-то в какой-то момент времени поняла что не хочу я кофе вот ну не хочу и все я перестала его пить и наверное ну лет 8 я его точно не пью но пью знаете есть кофеманы вот моя галя она у нее каждое утро начинается с чашки кофе у меня каждое утро ну начинается со стакана воды вот я как-то совершенно спокойно отношусь есть кофе нет кофе ну могу его к я конечно его пью не отказываюсь ну там когда-то но это не так чтобы вот там каждый день а тут мне прям так захотелось кофе думаю сейчас приеду сварю сварю себе кофе или хотя бы растворим его на бодяжу и забыла об этом вспомнила только сейчас когда сказала пойду выпью чай обновь я школе хотела на какой уже кофе время полдятого наверно без кофе я обойдусь вот выпью чайку какой нибудь бутербродик или не бутербродик нет ничего не буду просто чаю хочу просто чаю с вами попрощаюсь очень устала наверное сейчас начнете мне писать у вас такое уставший вид вы никогда не отдыхаете мы как раз отдыхаем и мы хорошо отдыхаем и больше всего я отдыхаю когда мы ездим в отель потому что отдых такой со сменой обстановки со сменой картинки даже допустим если у меня выходные дни ну как у меня выходные дни у детей в школу они ходят и родители тоже дома и мне их не приводят субботы воскресенья мне их редко редко когда приводят когда таня с уром куда-то уезжают ну приводит конечно ну вот когда уезжать а так чтобы нет вот и когда их у меня нет я не если честно я не знаю что мне делать я тут тут посижу тут полежу вязать и думал начну начну вязать неохота постирать погладить думу господи ну вот опять это вот вот это вот елозень и утюгом тоже вроде как не хочется а когда мы уезжаем в отель там туда пошел сюда пошел меняется обстановка тут на море посмотрел тут с одним поговорил то с другим поговорим и как-то 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 на диване и смотреть телевизор хотя и это тоже нужно делать иногда мне прям хочется просто все не трогайте меня я буду буду лежать смотреть телевизор я люблю кстати телевизор и вы не думайте что я смотрю там какие-то информационные каналы или там или еще что-то я включаю youtube включаю какой-нибудь детектив вот правда смотрю какие-то детективы причем смотрю стараюсь наши российские не знаю почему иностранные мнению не хочется детективы смотреть но наши смотрю вот это и тоже в принципе отдыхаю иногда вот вечером ложусь спать включать телевизор включая youtube и смотрю 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 какой-нибудь сериал и потом бах и заснула стараюсь сериалы смотреть детективы детективные сериалы где один тот же герой там и разные сюжеты в каждой серии вот поделилась с вами своим сегодняшним днем с частичкой своей жизни это конечно очень маленькая частичка очень крохотная всего там на 18 минут я у меня видно насколько у меня сколько времени уже с вами разговариваю давайте уже попрощаемся увидимся обязательно в следующем видео и всем пока пока